Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзи легенды. Так, забираем свои награды, Лига Сигунов 3 звезды. Так, теперь я посмотрю, где мы находимся в данный момент. Блин, ты представляешь, уже скинули на 2 звездочки. Твою дивизию, ладно, я пошел, ребята, буститься. Если, конечно, это можно назвать бустом. 62 уровень против нас, я, значит, возьму здесь Армагона. Так, подожди, родной, пока без тебя. Слушай, как думаешь, Армагон справится с этими охламонами? Я думаю, что да, вот майки только единственное меня смущает. Он может нам, конечно, тут навредить очень сильно, но все-таки у меня теплится надежда на моего Армагончика, и я думаю, что с удара он вынесет практически всех. Красавчик ты мой, а! Ты видишь, что он вытворяет? Ты видел только что. Ну, как тут его, ребята, не похвалить, а? Он честно заслужил это все. Ну, что же, мы тогда двигаемся и... Твою налево, я думал, мы перепрыгнем. Не хватило буквально одного какого-то там очка. Ладно, давай-ка мы попробуем взять, например, Крэнга. Ну, на всякий случай, друзья, для подстраховки я возьму, например, для него майки. Микеланджело, я думаю, вы поняли, для чего здесь понадобится элементарно наложить уклонение. Если у нас будет уклонение, то я думаю, что... Нет, они, конечно, могут по нам попасть, но вероятность 50%, скажем так. Так, поэтому давай-ка, Крэнг, жаривай по этим охламонам. Тыдыщ! The best from west. Ну, что тут скажешь, друзья мои? Ну, что тут скажешь? Крэнг тоже хорош, поэтому мы переходим с тобой, наконец-то, в Лигу Сегонов 3 звезды. Но, в любом случае, сегодня должны до мастера добраться. Потому что сегодня что у нас? Суббота уже? Суббота, ребят, ты представляешь? Остается тут времени сгульки носа, и все, ребят. Что больше? Мы можем с тобой просто не добраться до Лиги Мастеров 3 звезды, и, соответственно, не получить фуловую награду. А я не особо хочу этого. И я хочу, чтобы каждая игра, каждая неделя у нас заканчивалась тремя звездами. То есть, Лига Мастеров 3 звезды, не меньше. Я что-то не понял, что Бокстер Стокман-то у меня? Он будет ходить сегодня или нет? Вот он, пошел, родной, пошел, пошел, есть. Ну, честно говоря, я думал, что все, нам хана. Потому что Бокстер Стокман, как ты видишь, по инициативе не особо хорош был. Ну что, 80-я позиция. Окей. Так, 16-21. Ну, давай, наверное, возьмем вот эту вот команду. Раф, Дони, Лео. Раф, Дони, Лео. Джастин и Рахзар. С этими ребятами тоже шутить не стоит. Особенно, если ты берешь всех четырех черепашек, да, плюс к ним сплинтеры, то это как бы боевая команда, получается. Топовая. Она рулит. Ну, здесь Леонардо должен рулить. Вот о чем и речь. Можно было бы, конечно, этих ребят и не брать с собой. Просто взять одного Леонардо и команду слабеньких. Все. И так же разрулили бы. Ну что, 70-е? Да, ровно 10 ступенек мы пролетаем за поединок. Ну что, возьмем тогда супершредера. У нас, кстати, 68 откатов накопилось. Это вроде бы как кажется много, и в то же время так мало. Потому что тратятся они моментально. Ну что, давай. Мне главное, чтобы здесь Майки упал. Ну, остальное все ерунда. А тут практически все упали. Ну, это понятно. Слэша ты фиг так уронишь. Но все-таки Микеланджело умудрился со своего лука его подбить. Ну что ж, большой ему респект уж. Ну, а мы двигаемся дальше. С 70-ой позиции мы переходим на 60-ую. Ну да, ровно по 10 ступенек. То есть, получается, нам придется еще 6 поединков здесь драться. Беру Макмана и возьму, наверное, вот так вот. Раз, два. Тут по инициативе кто? Ну, только если Микеланджело. Больно быстрые остальные. Ну-ка, Макман, давай. Прижучка их. Неплохо. Року в минус. И Дони тоже, ребята, в минус. Все. Разобрались с ними довольно быстро. Ну что ж, тогда. 60-ая была, да? Сейчас будет 50-ая, походу, дело, позиция у нас. Угу. Это ровно половина. То есть, еще 5 поединков, и мы с тобой, наконец-то, перейдем в Лигу Мастеров. Одна звезда. Так, беру Ванька. Беру здесь нашего кожеголового. Кожеголового. Раз, два, три. Раз, два, три. Подожди, ну здесь видишь, что вот у морозилки тоже инициатива, в принципе, ребята, неплохая. Она может успеть захилять. Ну, все-таки, надеюсь, что Ванек с гранатомета... А, даже... Даже кожеголовый ходит первым. Не Ванька? Вот тебе новости, ребята. У кожеголового инициатива будет покруче, чем у Ваньки. Стиранка. Так что надо будет это учесть. Если, соответственно, если мы его прокачаем до сотого уровня, то тут вообще без компромиссов. Опа, сороковая. Ровно десять ступенек мы прилетаем. Так, ну что, по-моему, пора нам делать, друзья, откаты. Так, Шреддер пойдет вместе, знаешь, с кем? Пу-пу-пу. Да, тут, конечно, выбор-то такой. Ладно, возьму Змейковью. Нет, Донни, подожди. Возьму Змейковью на раз, два, три. Я думаю, что он сейчас, наверное... Ну, всех, конечно, он не подобьет, это однозначно. Но покоцает и, возможно, постепенку положит. Что даст нам небольшое преимущество. Так, а вот здесь как раз он и не положил, блин. Постепенку. Ладно, хорошо все-таки, что Змейковью на мы взяли. Это перестраховка. Как говорится, она была и она сработала. Ну что, 30-я позиция. И двигаемся далее. Так, 16.22 мне нужно найти, потому что уже такое было. Как бы меня не устраивает сейчас 16.21. Окей. Так, ну что, возьмем Усаги. Сплинтера. Ну и, наверное, вот этих вот... Шибзиков. А потом уже придется, да, брать Супершреддера, возможно, Крэнга. И уже отыгрывать наших тех... Слабых бойцов, которые еще остались. Не отыгранными. Так, ну что, крутим. Блин, прекрасно, ребята. Сплинтер здесь сделал. Наверное, давай-ка вот так вот под Анотелло. Е, двойная атака была. А тут... Контр-атака. И он промахивается. Тимоти, добивай. Все. Тимоти надел, конечно, костюм. Он же, помнишь, был пацаном, который хотел подражать черепашкам. Поэтому он надел этот костюм. А потом он решил... Как там получилось? Он обиделся, что у него нету суперспособности. Он решил... Просто... Облиться мутагеном. Но получилось так, что его скинули в эту бочку. С мутагеном. И он там расплавился. И остались одни лишь органы. Поэтому он и стал такой ходячей бочкой под названием мутагеноид. Да, не очень такая веселая история, да? И он еще причем стал против черепашек. Как ни странно. Он ведь обиделся. Типа стал обвинять их в этом, что он стал таким. Хотя они его наоборот, ребята, отговаривали. И дружили, ёпка, красоты. Так. Ну-ка, давай-ка. Замечательно. Так, ну что. Лига мастеров уже практически, ребята, у нас в руках. 19-я позиция была. Сейчас, думаю, будет где-то 18-я. Да? Оу. Какая, конечно же, девятая, ё-моё. Чё это я вообще? 19-я позиция, ага. Ну что, Шреддер, придется тебе еще раз выйти. Повоевать за нас. Раз, два, три. Да и причем не один раз придется ему выступать. За нашу, так сказать, команду. Ну-ка, смотрим, сколько урона, сколько повреждений. Колоссально. Просто колоссально. Всех разносит там. Ну, а мы продвигаемся, соответственно, дальше. Ну что, Лига мастеров. Да, наконец-то мы перешли. Теперь нужно... Теперь нам нужно как-то дойти до Лиги мастеров две звезды. Ума пока не приложу, как нам это сделать. Но надо. Бойцов... Бойцов маловато, если честно. Сейчас посмотрим, по сколько ступенек мы будем проходить. Если так же по 10, то, я думаю, на 10 боев нам захватит. И мы все-таки перейдем в Лигу мастеров две звезды. Но если... Меньше будет, то... Будет, если честно, не очень приятно. Ну, показывайте мне статистику. Так, ну, смотрим. 98-я была. Должна быть 88-я. Не 10, ребята, ступенек, к сожалению. Вот здесь вот мы проскочили. А всего лишь 9. Всего лишь 9. Раз, два, три. Ладно, давай следующий поединок. Блин, ну, если 9 и 8 ступенек мы будем пролетать, конечно, ребята, это не Айс. Вообще. Там получится не 10 поединков надо будет сыграть, а, например... 8 или даже 9. Вот. Только после этого мы перейдем. Окей. Ну что? С 89-й мы... Да, вот здесь уже 10 ступенек получилось. Ну, стандартная, ребятка. Давай я возьму, наверное, Крэнга. Крэнг уже там просто руками машет. Типа, возьми меня, возьми меня, кричит мне на ухо. Ну, я возьму его и, соответственно, бомбанем сейчас. Такс, давай Валун. Ич. Ты посмотри, этот Рокстеди в любой форме. То Рокстеди, то Бибоп. Выживает, и ничего ты с этим не сделаешь, а? Ну, я уже в прошлой серии объяснял, ребяток. Классовые преимущества, классовые, как говорится, слабости. Это вот все на это и влияет. Слушай, 66-я уже позиция, кстати. Давай возьмем Крэнга. До Крэнга, правда, очереди не дошла. И возьмем, например, Макмана. Раз, два, три. Тут уже враги 67-го. Практически 70-ники, да, у нас уже выступают. Но я думаю, мы все равно, ребята, здесь осилим этих противников наших. Ну-ка, Крэнг, как ты вжаришь. Обжаривает он великолепно, ребят. Ич, раздавил. Крэнг, да. Он что-то типа, ребята, как Армагон, наверное, или Супер Шреддер. Только единственное, что вот от этого удара, который он бомбит, нету никакого негатива. То есть, дебафа он никакого не вешает. Вот это как бы немножко плохо. Если бы он еще какой-нибудь негативный эффект бы оставлял, вот это было бы, конечно, вообще шик да блеск. Но это была бы тогда бы топовая... Это, как тебе? Это была бы топовая имба. То есть, это персонаж, которого фиг бы кто смог одолеть. Хотя и на Шреддера есть все право, да? У него же есть все-таки дебаф. А это именно постепенный урон, по-моему, самый злющий дебаф, который может быть. Ну-ка, пробьешь ракетами. Я не стал специально луч делать. Отлично. Так, и что? Я хотел, ребята, Крэнгу, по-моему, прокачать до седьмой ступени сегодня скил. Ну, опять же, опять же, глянем. Если у меня будет шанс поднять уровень Змеекарай... А, нет, какой Змеекарай? Мы же прокачиваем с тобой Кужеголового, да. Если будет у нас Кужеголовый прокачиваться на уровень, то я, наверное, все-таки ему левел подниму. Если вдруг там что-то останется, какие-то кусочки мутагена, то тогда уже будем на прокачку скилла. Да и то неизвестно, Крэнгу или кому, или Супер Шерру. Посмотрим там. Но это однозначно будет массовая атака. Вот что я могу тебе со стопроцентной уверенностью сказать, что это будет массовая атака. Так, Лео. Давай ракетами бомбанем. Массовыми. Все. Этого было более чем достаточно для них. Ну, а мы... Продвигаемся дальше. Так, с 51 позиции, наверное, на 41, да? Ох ты. На 38-ю. Тут уже мы пролетели довольно много ступенек. Больше 11. Так, а если я возьму... Не, Бакстер не хочу. Бакстер у нас по инициативе отстает. Это мы уже убедились. Возьмем, наверное, так и... Шредера. Блин, боюсь, не хватит у нас бойцов, к сожалению. А вот, кстати, ему-то геноид в этой команде. Вот он у нас. Вот он бегает. Видишь, он в таком вот баке находится. Это у него резиновые такие перчатки. То есть на ногах и на руках резиновые перчатки. Это чтобы, естественно, вот эта вот кислота не вытекала. Вот. Так что... Вот такой вот он. А внутри у него там глаза, рот. Там, не знаю, какие-то кишки, блин. Мозг. Ну, в общем, труба. Единственное, непонятно, зачем ему рот, если он, по-моему, говорить не мог. Может быть, я, конечно, путаю и ошибаюсь. Ну что, 17-23 берем. Возьмем Армагона. Возьмем Супер Шредера. Вот помните, я говорил про наши 60 там с лишним откатов. Ты посмотри, сколько уже осталось. 47. Я тебе говорю, они таяют просто на глазах. Но у меня сейчас другая цель. Мне главное дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. Это было бы, конечно, круто. Блин, мы же не сможем, ребята. То есть, завтра уже будет понедельник. Я за понедельник. Я не успею просто пройти. Ёк-макарёк, а. Чё делать, друзья? Как быть-то? Блин. Трындец. Вот это трындец. Я не знаю, ребята, на работе, если сегодня у нас не будет связи интернет мобильный, то я не смогу. Я так бы, может быть, ночью бы еще немножко поиграл на работе бы. Может быть, бустанулся бы и завтра после работы, да, с утречка. Ну, если у меня там нет связи, все, это будет фейл, ребята. Это будет... Блин, это зас... Я уже не помню, честно говоря, когда мы в последний раз с тобой не проходили полностью арену. Наверное, было года два назад, наверное, да? Охо-хо-хо-хо. Да, чё-то как-то я... А я такой на расслабоне, думаю, сегодня суббота, завтра воскресенье, мы как раз пройдем. Там трали-вали, тили-тили. Ага, вот тебе и тили-тили, блин. Ладно, здесь я, наверное, сейчас, ребята, еще один поединок отыграю. Придется мне тратить откаты. Ну, хотя бы в Лигу Мастеров две звезды... О, да, две звезды нужно добежать. А потом, я думаю, все-таки каким-то там, я не знаю, макаром мы умудримся. Наверное. Правда, топового места не возьмем. Да, в принципе, тут уже не об этом даже речь, если честно, не о топовом месте. Тут главное вообще остаться в Лиге Мастеров в три звезды. Дойти и остаться вот так вот. Да. Что ж такое? Это как, знаешь, я когда вот этот ХКР-ку во вторую играл, у меня оставалось там один день. Я просто, ребята, за кадром уже начал проходить, потому что за кадром проще. Там не надо ничего озвучивать, говорить, там не надо думать. Там просто газуешь и газуешь. И когда осталось уже немножко, я уже подключился и начал как бы снимать видосик. Здесь то же самое будет. Мне придется... Блин, 96-то позиция. Ну, куда это, ребят? Блин, завтра меня опять сбросят. Вот 100% тебе говорю, завтра опять меня сбросят. Скинут, блин. Так, ладно, давай мы зайдем в магазин. Нафиг мне в магазин-то? Подожди, что-то я уже растерялся аж, бедный. Мне не магазин нужно. Мне вот сюда надо идти, в платиновое, и... Пытаться получить... Ну, не шапку с напитками, это явно. И не нож для пиццы мне нужен. И вот тем более не осколки. Ну, 6 долларов бог с ними, пускай будут. 30 жетонов, ладно. Ну, мне нужны... Так, снаряжение получили. Да дайте вы мне... Да что же вы делаете-то? Последняя попытка, ребята. И не шиша. Не дали они мне вот этот орнамент, который мне нужен. Так, давай посмотрим сколько... О, 40 тысяч мутагена, ребят. 40 тысяч мутагена, значит, мы прокачиваем. Оп. И 12 тысяч мутагена остается. А я хотел посмотреть вот здесь навыки. А чего тебе не хватает? Йопа, РСТ. Ну что же, тогда к ренгу. Ну, там, по-моему, не хватит у нас. Да, ребят? 15 тысяч мутагена нужно. Ладно, у нас еще тут все равно задание есть. Пройти серию испытаний. Здесь получим немножко мутагена. Получается, да? Раз, два, три, четыре, пять. Здесь получим мутагена и... При поиске нужных элементов мы тоже там получим мутаген. Ну, а пока давай-ка разомнемся маленечко. Нахлобучиваем. Блин. Так. Пробили. Переходим на вторую волну. Плевок. Так, теперь вызываем маузеров. Ну, и ракетами, наверное, добьем. Ага, добили. Макман... Точнее, этот крип не такой шеватник, чтобы падать с одной плюшки. Ладно, здесь мы прошли, 100 мутагена мы еще получим, да? Получается так. Сверху нам капнет. Забираем. Далее. Пойдем в поединки, как говорится, играть. Мы ищем с тобой на кара и змею. На кара и змею. Давай вот это, наверное, попробуем. Два вот этих вот 3D очка нужно. Угу. Так, мне прям... Одни есть. Ладно. Ищем вторые. Сотовый телефон, блин. Вот они. Так, очки нашли. Дальше что нам там надо? Четыре пульта от телевизора. Да что ты будешь делать? Давай пульты мне, пульты. Так, раз. Два. Три. Четыре. Так, четыре пульта от телевизора и прокачиваем. Блин, а если я прокачаю, мне не хватит мутагена. Хе-хе-хе. Так, здесь еще два очка. Давай попробуем это найти. Раз. Да ёк-макарек. Два. Так, двое очков найдено. Так, что там еще нужно? Десять очков с инструментами. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Все, ребят. Пятый. И как раз у нас хватает мутагена для... Прокачки. Ох. Красота. Друзья мои, до седьмой ступени, до максималки мы прокачали. Увеличивает силу атаки на 140%. Ты представляешь? На 140% увеличивает силу атаки. У-ху-ху-ху. Да, это топово. Это прям имбово. Но все равно, ребята. Главное нам завтра... Получить... Три звезды. Лига мастеров. Потому что осколки нам нужны. 75, извини меня, на другие не валяются. Ну что, а пока, я думаю, все, друзья мои. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.